МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В тот год патрульная служба выезжала на место преступления. Мы встретились с одной из жертв, молодым мужчинам, работникам такси. Сколько человек было их? Четверо. Четверо? Вы их подвозили? Да. Просили они именно сюда приехать, да? Да, да, на Ковараму. Они сказали подождать немножко. Потом что-то... Еще там говорят, что он придет, он через минут пять он хотел прийти. Он говорит, что вот так придет. И все, короче. А потом уже что-то не понял. Помню, что били, и все. Машину вот вытащили, били ногами, руками. И потом, вы когда очнулись, уже машины не было? Нет, все, уехали. Тогда все экипажи ДПС были нацелены на поиск угнанного такси марки «Рено Логан». К поиску машины подключились и таксисты, курсирующие по Твери. Подняты все таксисты. Только что получила информация, что машину нашли на улице Халтурина. Едем сейчас туда. Пострадавшего повезли в четвертую нейрохирургию с сотрясением головного мозга. Угнанную иномарку нашли у одного из домов по проезду Халтурина. Злоумышленники бросили машину и скрылись. Похожий случай произошел накануне. За день до этого нападения частный перевозчик, пожилой мужчина, забрал пассажиров у привокзальной площади. И опять они попросили довезти до пилорамы в Кривцово. Там избили водителя, выбросили его из машины, взобрав которую скрылись. Спустя некоторое время преступники также бросили машину. Как сказано в обвинительном заключении, обвиняемый после совершения преступления скрылся, выехав за пределы Российской Федерации и был объявлен в розыск. В марте 2021 года этот человек был задержан сотрудниками полиции. Двое его несовершеннолетних сообщников уже осуждены Калининским районным судом Тверской области еще в 2016 году. Обвиняемые находятся под стражей. О вердикте суда мы сообщим в патрульной службе.